МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старшиня Абловыканка Магинац Соловей провел сегодня у Лельчицах промую телефонную линию и особистый прием грамадян. Районный центр наведали наши корреспонденты. С початку крыху статистики. За 9 месяцев этого года у Лельчицким райвыканками зарегистровано коля 170 зворотов письмовых, электронных, а так само поступивших подчас особистых приемов и субботних промых телефонных линий. Это меньше, чем было в этот период минулого года. Основная тематика – работа коммунальной сферы и стан дорожной господарки. Правда, подчас приема губернатора гэтыми пытаниями не обмежавалися. Тем больше, что звертались не только жахары Лельчицкого района. Среди наибольших актуальных – просьба приватного предпринимателя, допомогу с похищением долгу с боку акционерного товариства Туровщина. А маль три года предпринимство не различивается за отриманный европосуд коштом у 11 тысяч рублей. Заворот берется на контроль. Але можно мерковать, что проблема будет вырошена оперативно. Одразу после завершения размовы старшиня Аблова-Канкама дает ответное доручение. Скажите, директор «Страх» Туровщина, да? Пускай там разберется Сморецкий, есть такие Василия Сергеевича. Я тут сейчас на приеме у людей, в Лельчицком районе. Там она должна 11 тысяч рублей. Три года, пускай разберутся. На особистом приеме у старшиня Аблова-Канкама жихары не только в Гомельской области. Священнослужитель Александра Ковалько приехал с Клецка. Зараз он займается будовництвом церквы в Ганцевицком районе. Значную допомогу оказывают мясцовые фермерские господарки. Але сеньяны сутыкнулись с финансовыми проблемами, які у значной ступени связаны с неразликами сельгазпредприемства в Гомельской области за отриманную продукцию. Генед Соловей обещает разглядеть испытания. Я сюда ехал, но я понимал, что в любом случае решение какое-то будет. И то, что даже получилось с человеком попасть на прием, и он меня выслушал, я очень доволен этому. Еще одна разлежная тема – открытие вытворчасти у створения новых працонных мест. Что отыщется непосредственно Лельчицкого района, то бодай головная складанность отсутствует чугунки. Побудовать завод не проблема, а для перевозки продукции автомобильным транспортом назначенные отлеглости будут экономично небытосгодными. В Мозере открывали пилетный завод, сейчас открыли пилетный завод. И прекрасно, что нам нужна логистика транспортная. Мы могли бы его и здесь построить. Так 20 человек сегодня для создания новых рабочих мест было никаких обременящих. Но нужна логистика. Потому что мы должны учитывать, что мы сегодня продаем пилеты на Европу, но мы должны прекрасно понимать, что и транспорт сегодня – это ценовый фактор себестоимости. Восьмини футбольные и воркаут-пляцовки у отдаленных районных центрах будаваться будут. Врешті размовы идти об створении умов для занятков спортом в першую чергу детей и подлетков, плюс рамон дорог. Для лечицких районных это актуальная тема. В зависимости от того, в каком они состоянии, где первоочередные, где второстепенные, здесь надо выстроить приоритет. Возможности, будем говорить, не всегда мы можем удовлетворить запросы граждан в полном объеме. И поэтому в первую очередь делаются те дороги и те уличная дорожная сеть, где, конечно, на наиболее худшем состоянии. Олексин Тюрома, Рына Северьянова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» – Злельчиц. У ГДУ имя Франциска Скарыны пройшел круглый стол на тему «Человек – высшая каштонность социальной державы». У якости экспертов на им присутничали начальник Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди, Гомельского Аблова-Канкама Денис Язерский и депутат Палаты представников Андрея Злотникова. Удельники сустреча обмерковывали понятия социальной державы и международный опыт по будове такой политики. Так самое не высветляли, какую роль у этого миграя молодь. Студентский актив университета мог напрямую звернуться до представников улады со своими пытаниями и познашить проблемы, какие его хвалюют. Конечно, одной из наиважнейших тем размобы стало изменение законодавства и конституционные поправки. Для нас это будет еще одной возможностью пообщаться именно с категорией студенты, хотя в дискуссионных площадках очень активно студенты принимают участие, и университет Скорлина является инициатором проведения дискуссионных площадок в городе Гомель непосредственно. У нас практически каждый день площадки эти проходят, и последнее, на которое я принимал участие, это было как раз-таки по совершенствованию законодательства молодежной политики 4 часа. Мы 4 часа общались, и 4 часа поднимали очень острые темы. Мой опыт показывает, что встречи с молодежью, на прошлой неделе доводила встречаться в рамках нескольких круговых столов, предлагает самые интересные идеи, например, равенства прав мужчин и женщин, семейных ценностей, и, конечно, того, что касается сегодня, наиболее концептуального, это пересмотра, перераспределения полномочий главы государства, правительства, парламента. Также очень дискуссионная была тематика, которая связана со смертной казнью, и введение должности, уполномоченного по правам человека. Среди вопросов, которые поднимаются студентами, есть такие острые темы, как удосконаление системы размиркования после университета, и обвязательство у наймальника перед молодыми специалистами, а также создание особенного державного органа, который будет отказывать за молодежную политику. Унесение изменений в Конституцию и самое важное – наденное питание. Сегодня прошло посаджение Совета Гомельско-Хородского объединения профсоюзов. За несприяльные эпидситуации его организовали у значительно меньшим составящим звычайно и у ответственности с санитарными правилами. Бо клопотиться об здоровье людей – это так само одна задач профсоюзного руху. Так, саковика с профсоюзного бюджету было выделено свыше 1 миллиона рублей на набытье ДЭС-сродков. Зараз профсоюзным рухом охоплена большасть организаций Гомельской области. Задачу, якую ставить перед профсоюзными лидерами, стать ближай до потреб работников. Гэта як допомога у врашенні проблем, з якими чоловек не можа справиться самостойно, так и материальная подтримка тых, хто оказался у складанной життёвой ситуации. Так само треба умоцовывать роль у профсоюза у справе аховы працонных правов и социально-экономичных гаранты. Так, с початку года отрималось вернуть на працонное место 10 незаконно звольненных работников и компенсовать 300 тысяч так само незаконно утриманных сродков. Тому доверда профсоюзных организаций расте. Наверное, индикатором общественного мнения о том, что роль профсоюзных организаций растёт в обществе, это то доверие, когда мы видим, когда граждане обращаются к нам за помощью в предоставлении их интересов и в суде в том числе. Но мы рассчитываем всегда на социальный диалог. А то, что вы правильно задаёте вопрос, роль профсоюзных организаций, мы сегодня также нацеливаем профсоюзные организации, чтобы использовали всевозможные формы и методы работы, современные в том числе, мотивационные работы, чтобы сохранить профсоюзное членство на своём предприятии, в своём трудовом коллективе и в целом по области. Сегодня 98,6% имеют членов профсоюза. И, конечно, нужно работать индивидуально с каждым. За утримание у специзоляторы для нетверозых грамадян 67,5 рублёв. Такие рахунки стали зауважать при корыстании рыб жихары Беларуси. За непокойные люди почали телефоновать у Тымлику и у нашу редакцию. За тлумачэнням мы звернулися у службу сувязи с грамадскостью «Ерыб» и в управление внутренних справ Аблвы Конкама. У ведомствах пропоновали дочекаться комментариев администерства внутренних справ и керовниствования банковской кредитно-финансовой организации «Ерыб». У вынеку тлумачэннях з'явилися на сайтах службов. Так, на портале расчет.бай написано, что МУС взаимодейничает с «Ерыб» в режиме реального часа. Это значит, при оплате послуг информация, якая адлюстровывается на экране плательщика, поступает на промою ад информационной системы Министерства внутренних справ. Сумма, яку выпадку заплаты спецэзолятора, ці простыми словами «вытьвя резніка» не означает, что яе треба платить. Это просто базовый тариф за утрыманне. И зараз, каб больше никога не полохать, МУС приняло решение, что крыстальники будуть уводзять сумму самостойно. Об этом ест заметка и на сайте управления внутренних справ Аблвы Канкама. Подробязную информацию можно отримать у отделе внутренних справ по месту жихарства. На один рубель, выдаткованный на утрыманне мытни, у доход державы ведомство перелечило 40 рублёв. У разлику на одного работника в бюджет поступило свыше 830 тысяч рублёв. Хомельская мытня подвела выники работы за 9 месяцев. За гэтый период мяжу Евразийского экономичного союза пересякли каля 190 тысяч грузовых автомобилев. Гэта амаль на 10% больше, чем было летось. Абсолютная большая с парты увозимых товаров оформляется меж чем за 2 годины. Тые, які вывозятся прикладно за 5 хвилин. За 9 месяцев завершены администрационный процесс амаль по 3 тысячах справу об порушениях. Сумма конфискованного и арештованного товару перевысила 5 с половой миллионов рублёв. А кроме того, гомельская мытня узбудзила 8 криминальных справ. У основным гэта незаконный оборот наркотиков и психотропных речевов, ухиление доплаты мытных платежов, подробка документов и идентификационных номеров транспортных с рот КАУ. Мы отметили, что действительно наша работа дала определенные результаты и в экономическом плане, и в плане правоохранительном. Но мы традиционно говорим о том, что мы стараемся делать так, чтобы бизнесу с нами было удобно. Тем, кто работает честно, тем, кто работает не нарушая закон, тем с таможней должно быть удобно. И я надеюсь, что совершенствуя технологии совершения таможенных операций, мы именно такого положительного эффекта и добиваемся. Супрационники управления Следующего комитета по Гомельской области протягивают удельничать в доброчинном марафоне. В рамках адресной допомоги правоохранительные передали Калинковицкой центральной районной больнице оконные блоки с ПВХ. Во управлении Следующего комитета означают в основе адресной допомоги медустановам рациональное выкористание держмаемости. Это позволит медикам умоцывать материально-техническую базу. Я хочу выразить большую благодарность Следующему комитету за ту помощь в наше нелегкое время, когда все средства уходят на борьбу с новой инфекцией. Это не просто больница, это 200 зданий сооружений, это ФАПы, филиалы, и все нуждается в утеплении, в ремонтах постоянных, непрерывных. Поэтому большая благодарность, все это будет использовано по назначению. Раннее управление Следующего комитета по Гомельской области передало 90 компьютеров, а так само одноразовые маски и антисептыки, набытые за кошт особистых сродков. Новая мощимость накопить на жилье. У Беларуси указом президента Александра Лукашенки затверджено положение об державной системе жильевых будовничных сбереженев. Яны дозволят людям накопливать во укладах, размещенных на специальных банковских рахунках свои сбережения. У дальнейшем это станет подставой отримать сродки, яких не хапает для поляпшения жильевых умов. У выгляде метовых кредитов подбольшь низкие, чем рыночные проценты. Указом установлены ровные правы всех категорий грамадян для отдела в системе жильевых будовничных сбереженев. Для отримания кредиту минимальная необходная сумма повинна складать не меньше 30% от договорной. Основные положения указа уступят у силу с первого студента. У регионе обновляют свою работу доброохватные народные дружины. Многие из них с початком первой хвали коронавирусу припинили деятельность. Завтрашнего дня студенты ГДУ приступят до выполнения своих обовязков по охове громадского правопарадка. Усяго тут больше полторы сотни доброохватников. Они разом с правоохватниками патрулюют в улице центрального района. У юнаков и девочек есть специальное посвящение и страховка. Но таких ситуаций, чтобы нехто с молодых людей отримал травму со студентами Держа замежных мол девчины. Девушки не боятся в переделку попасть? Не боятся, что их там ударят? Девушки не боятся попасть в переделку, если какие-то может быть ситуации случаются или случались в прошлом, а нет, населились к этому как будущие педагоги и приобретали при этом соответствующий опыт работы ну скажем так с шустрыми учениками. Три разы на тыдень патрулевать в улице Гомеля разом с правоохранниками отправляются по три студенты. Снова все абсолютно добро охватно. Юнаки и девчаты кажут, что им такая громадская работа вельми подобается. Ну на самом деле я не боюсь опасности и мне просто достаточно интересна была эта сфера и эта помощь нашим правоохранительным органам. А были какие-то ситуации, где вы испугались за свою жизнь? На самом деле не было. Все было достаточно спокойно. Особо буйных не было у нас. Ну вот какие ситуации в основном были? Люди пьяные или дерутся? С какими ситуациями приходилось встречаться? Я встречалась исключительно с пьяными и небольшие дебоширы. Но это все заканчивалось очень быстро и без прецедентов. А вот сотрудники правоохранительных органов, они вообще давали вам возможность тоже поговорить с пьяным допустим человеком либо они сами урегулировали конфликт. Вот в чем ваша была миссия? Наша миссия была в основном это заметить это деяние и доложить им. Ну и небольшая помощь в виде видео и фоторегистрации. Ну вот вообще как вы отмечаете много у нас таких нестандартных ситуаций на улицах города в вечернее время? На самом деле за свою службу было достаточно небольшое количество этих инцидентов так что все достаточно относительно спокойно. Завтра сусветный день братьбы с инсультом. С этой нагоды кардиологи и неурологи Гомельской в области проведут телефонные консультации. С 10 до 12 годин на звонки откажут урачи кардиологи у областным клиническим кардиологичным центры. Пытания треба задавать по номеру 49 18 02. С 11 до 12 годин на базе областной клинической больницы консультовать будут урачения урологи. Телефон про мой линии 34 71 62. Это и так самая иншая новинная информация об проектах телерадиокомпании Гомель. Вы можете знайти на нашем сайте в интернете по адресе www. www.teverhomil.by На этом выпуск завершен. Всех вам добрых и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Акт возмездия. Такая надпись сегодня появилась на здании ГАИ в Мозыре, где неизвестно кинул в окно бутылку с зажигательной смесью. Начался пожар. Полностью выгорел служебный кабинет, в который попала емкость коктейля Молотова. От ЧП дежурный МЧС получил сообщение примерно в 3.30 ночи. Пожар был локализован и потушен силами пожарных. Пострадавших в результате поджога нет. По данному факту Мозырским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 33.9, часть 3 особо злостное хулиганство. На месте происшествия работает следственная оперативная группа. С места происшествия изъяты объекты, по которым назначены необходимые коммунистические экспертизы. В кабинете пострадала мебель, выгорел деревянный пол, повреждена компьютерная техника, телевизор, обуглена полка с документацией. На момент возгорания людей в помещении не было. Сейчас устанавливаются возможные подозреваемые. Анализируются данные камер видеонаблюдения. Криминалисты изучают улики. Фрагмент бутылки, брошенной в окно, следователи нашли на подоконнике. На фасаде здания неизвестно написал, что это возмездие. Произошедшее растенивается как особо злостное хулиганство и наказывается сроком до шести лет лишения свободы. А вот в Гомеле хулигана удалось задержать благодаря бдительности прохожих. Люди сообщили о мужчине, который, находясь в Центральном парке аттракционов, крушил все на своем пути. Эти кадры были сделаны в минувшее воскресенье. Сегодня их опубликовала пресс-служба МВД. На записи мужчина, который повредил в Гомельском парке таблички аттракционов, считывающее устройство и дезинфицирующий дозатор. На место вызова быстро подъехал экипаж департамента охраны и дебошира задержали. Им оказался 32-летний нигде не работающий гомельчанин, за плечами которого судимость за хулиганство. За минувшие сутки в Гомельской области было четыре пожара, огнем повреждены три строения. 14 раз спасатели выезжали на оказание технической помощи. В агрогородке Симоне Челеческого района по причине поджога повреждена кровля сельскохозяйственной постройки. Хозяева не пострадали. А в городе Ветка на улице Октябрьской огонь нанес ущербание. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем. По причине нарушения правил пользования отопительными приборами произошел пожар в жилом доме Мозыря. Для владельцев все обошлось без травм и ожогов, зато повреждено имущество и стены. Раскрыли там дело о крупной взятке. Директор акционерного общества задержан за получение суммы свыше 4300 рублей. Деньги ему передал 32-летний руководитель строительной фирмы как предоплату за гарантированную победу в тендере. Топ-менеджеров поймали с поличным около цеха нефтеперерабатывающего завода. Деньги изъяты в качестве вещдока. 45-летний директор акционерного общества под стражей. Его компаньон с подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За дачу и получение взятки возбуждено уголовное дело. Лихая езда под шафе довела до гибели пассажиров в Кармянском районе в деревне Задубья. Нетрезвый водитель потерял управление, выехал на встречную полосу, снес ограждение моста и упал с 4-метровой высоты в милиаративный канал. Вот эти кадры. У «семерки» сильно пострадал кузов, помята крыша, капот, повреждения дверей и боковых крыльев. За рулем находился 36-летний водитель. По предварительной информации он был в состоянии алкогольного опьянения. После аварии получил телесное повреждение, но сам выбрался из машины. 31-летний пассажир, который находился на переднем сидении и не был пристегнут ремнем безопасности, при съезде с моста выпал из авто и скончался на месте происшествия. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Анна Карачук. Здравствуйте. В Минске завершилось первенство Беларуси по дзюдо среди молодежи до 23 лет. Команду Гомельской области представляли 14 спортсменов. Троим из них удалось подняться на высшую ступень пятистала. Золото завоевали Виктория Новикова, Ульяна Мининкова, а также Егор Трухан. Также в активе Гомельчан одна серебряная и пять бронзовых медалей. В общекомандном зачете дзюдоисты региона заняли второе место. А в Гомеле завершилась республиканская спартакиада по вольной борьбе среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения. Призовые места у 15 спортсменов, представлявших команду Гомельской области. Четверо из них Алексей Васюков, Александр Позняк, Степан Мандрик и Артем Белоусов завоевали золотые медали. В командном зачете лучше всего себя проявили воспитанники из Дюшор номер один Динамо. По итогам соревнований учреждение на втором месте. Очередные матчи чемпионата страны провели юношеские команды футбольного клуба Гомель. Результаты на ваших экранах. Два поединка проходили на домашнем поле. В первом со столичными футболистами зафиксирована ничья 1-1. Во второй игре гомельчане уступили сверстникам из Бреста 1-2. А в выездном матче против Витебска футболисты Гомеля оказались сильнее. Победа со счетом 3-1. Нападающий Игорь Ревенко возвращается в расположение хоккейного клуба Гомель. У форварда истек пробный контракт с Минским Динамо. В форме Зубров игрок принял участие в четырех матчах КХЛ. Результативными действиями не отметился. Тренерский штаб команды продолжит следить за игрой нападающего, отмечает пресс-служба Минского Динамо. Тем временем завтра состоятся очередные игры чемпионата страны по хоккею. Лидер первенства хоккейный клуб Гомель на домашней арене встретится с Минской юностью, которая в данный момент занимает вторую строчку турнирной таблицы. Начало игры в 17.45. Еще один представитель региона Жлобинский Металлург свой поединок также проведет в домашних стенах. Соперник Солигорский Шахтер. Эта встреча начнется в 19.00. А на этом пока все. С новостями спорта вас знакомила Анна Краильчук. Оставайтесь на Беларусь 4.